Диагноз коронавирусной инфекции В Кисловодске в 2020 году начнет работать новая школа. Образовательное учреждение рассчитано на 275 детей. Открыть его планируют к 1 сентября. В здании разместятся информационный центр, спортзал, медиатека и обеденные залы. Готовность объекта на данный момент составляет порядка 70%. Отметим, что строительство ведется в рамках нацпроекта образования. В Нефтекумском округе продолжается благоустройство территорий. На этот раз обновления коснулись дорог. В нормативное состояние приведут участки трасс Нефтекумска, Каясулы и Аула Улуби-Юрт. Эти, востребованные местными жителями дороги, уже порядком износились. Стали небезопасными для передвижения автомобилистов и пешеходов. Реконструкция пройдет в рамках краевой программы развития транспортной системы. Всего округу на эти цели выделено больше 60 миллионов рублей из регионального бюджета. Все работы планируют завершить к сентябрю. Ставрополье передало 20 тонн минеральной воды в больницу Коммунарки. Один из крупнейших производителей региона накануне отправил свою продукцию в инфекционную больницу, которая стала основным центром по приему больных с коронавирусом. Помощь оказали в рамках акции «Доброе сердце». К ней присоединяются не только рядовые жители края, но и представители социально ответственного бизнеса, которые готовы оказывать благотворительную помощь, несмотря на трудное экономическое положение. Отметим, что акция проводится при поддержке партии «Единая Россия». В эти дни все популярнее онлайн-концерты и постановки. В Ставрополе же пошли еще дальше. Жителям юго-западного района привезли живую музыку с доставкой на дом. Музыкант духового оркестра расположился на балконе одной из многоэтажек. Многие даже его не видели, но зато прекрасно услышали. Саксофонист специально подобрал репертуар, чтобы понравилась самой широкой аудитории. Для Ставропольского дворца культуры и спорта и духового оркестра имени Осиновского это новый эксперимент, однако организаторы намерены дальше продолжать такие выездные концерты. Продолжение следует... Продолжение следует...